В Саратове готовится отметить день рождения первого космонавта. 9 марта ему исполнилось бы 85 лет. Технический университет, который носит имя Юрия Гагарина, уже начал праздновать. Подробности Ольги Зотовой. Эти кадры вошли не только в историю покорения космоса, но и всего человечества. А голос первого космонавта планеты узнают миллионы. 9 марта Юрию Гагарину исполнилось бы 85. В Саратовском государственном техническом университете, носящем его имя, пройдут сразу несколько памятных мероприятий. В зале те, кто знал Гагарина лично. Космонавт-испытатель Сергей Нефёдов вспоминает. На момент их встречи ему был всего 21 год. Тогда 34-летний Гагарин казался ему очень взрослым. Я с ним контактировал в течение одного года, очень близко. Действительно вызывал удивительные чувства. Вот просто истинной, ненапыщенной какой-то простоты. А в общении, в умении, в улыбке. Со сцены звучат напутствие в адрес студентов-гагаринцев, тех, кто связал свою жизнь с техническими науками. Университет готовит специалистов для инженерного, космического и обороны промышленного комплекса нашей страны. Айтие-отрасли, а также сфер, активно применяющих нанотехнологии и робототехнику. Мы очень уверены в вас, в нашей молодежи, в нашем будущем. Счастья вам, добра, всех благ. Техническое образование ежегодно выбирают сотни абитуриентов. В стенах СГТУ уже студентами познают основы точных наук. Студентам можно пожелать брать премьерство Юрия Алексеевича, ставить себе цель, идти к ней и не бояться трудностей. Празднование юбилея в СГТУ продолжило заседание круглого стола эпоха Гагарина, вызовы и приоритеты. Учёные говорили о развитии электроники и приборостроения, космическом стиле в архитектуре, проблемах и перспективах Роскосмоса. Ольга Зотова, Дмитрий Казарин, Павел Криклевец. Вести Саратов.